Слава Украине и слава ЗСУ! В Одессе 3 сентября, 222 день полномасштабного нападения с цикливой нацистской России и предательской Белоруссии. В городе Героя Одессы все спокойно, россияне даже не пытаются обстреливать Одессу. И в соседнем городе Героя Николаеве тоже последние сутки прошли спокойно, а причина там совсем другая. Не то что россияне не могут обстрелять Николаев, у них там фронт рушится, поэтому им как бы не до обстрелов жилых кварталов в Николаеве. Все уже наверное слышали, как в прошлые сутки ЗСУ порвали арбуз россиянам на севере Херсонской области и продвинулись где-то на 15 километров на отдельных участках. Уже даже постят фото и видео, как жители в прошлом оккупированных сел встречают наших освободителей. Радость конечно у людей пришла, скоро это ждет всех жителей временно оккупированных территорий. Много раз я уже говорил, что мне очень нравится, что ЗСУ задерживает информацию об успехах где-то на 5-7 дней. А об успехах Украины мы узнаем от россиян и там настоящий пожар в чатах. Ну и вот по последней информации ЗСУ перегруппировается, укрепляется на новых рубежах и готовится к атаке. Ну и Украина Россию совсем переигрывает в тактическом плане. Сначала все трубили, что будет наступление на Херсонском направлении. Все лето об этом говорили. Россияне перекинули много техники и живой силы под Херсон, а ЗСУ ударили под Харковом. Россияне начали перекидывать технику туда, на восток Украины, а ЗСУ ударили на Херсоне. Просто красавчики. А то, что на России мобилизируют алкоголиков, это им не сильно поможет. Чем больше целей, тем легче попасть.